Оперативка оперативкой И я вам, конечно, сегодня про нее расскажу Но сначала, как положено, на передний план выходит сенсация И сегодня у нас действительно сенсационная новость Надеюсь, что мы успеваем ее сообщить первыми Речь идет о том, что, судя по всему, Радий Хабиров определился с кандидатурой на пост руководителя собственной администрации И это вовсе не Урал Кельсинбаев Выбор Хабирова, безусловно, ошарашит, если не всех, то многих По крайней мере, я, честно говоря, некоторое время пребывал в абсолютном недоумении Но, тем не менее, на пост руководителя администрации главы республики Башкортостан С максимальной вероятностью в ближайшие дни будет выдвинут и согласован Некий Шарипов Рустам Денисламович На данный момент все еще занимающий пост руководителя администрации Хайбринского района Ну, кто он такой, знает мало кто И тем более про него мало что известно широкому кругу общественности Потому позволю себе дать небольшую биографическую справку 39 полных лет Выпускник БГУ, а также закончил Академию управления при президенте республики Башкортостан Ну, на государственных должностях С 2009 года Долгое время был главой Бурзианского района Некоторое время в ранге исполняющего обязанности И вот последний год с 2019 года возглавляет Хайбринский район Уроженец Бурзианского района Женат, имеет двух детей То, что касается доходов, в общем-то, все достаточно скромно и стандартно В 2019 году задекларировал доход Ну, в 2,5 миллиона рублей на двоих с супругой Двое несовершеннолетних детей Владеет земельным участком один с небольшим гектара А также в пользование имеет 3 дома и 4,3 гектара земли То есть для главы района с достаточно большим стажем работы, в общем-то, не так уж и много Безусловно, многие не в курсе этого назначения, которое случится в ближайшие дни Однако в Хайбринском районе уже сформирована комиссия по переназначению главы района Что однозначно свидетельствует о том, что Шарипов покидает свой пост Ну, конечно же, есть и те, кто знает об этом назначении И кого это назначение очень не устраивает И в первую очередь это, конечно, Азад Барданов Ну, уж он-то спал и видел, что именно ему достанется эта заветная должность главы администрации Что именно он достоин сменить Александра Сидякина на этом посту Однако отмечу, что, конечно же, потеря Сидякина для Хабирова абсолютно невосполнима Но ведь и дальше жить как-то нужно Несмотря на то, что Азад Барданов плел всякие интриги и пытался занять место Сидякина Хабиров принимает неожиданно мудрое, на мой взгляд, решение Я не знаю, понял ли он сущность этого Барданова И перспективу собственного краха, если он будет и дальше возвышать в должностях этого юношу Или принял Хабиров какое-то интуитивное решение Но, однако, тем не менее, Барданов без боя решил не сдаваться И, как мне сейчас стало известно Уже заряжены все медиаресурсы, которые контролирует Азад Барданов Заряжены все, простите, говнометы, которые готовы обрушиться на репутацию господина Шарипова Да и, собственно, на суть самого решения Хабирова Посмотрим, осмелится ли Азад Барданов предпринять эту атаку Она точно уже готова и готовится Ну, нажмет ли он спусковой крючок или не нажмет, будет зависеть от его смелости и решимости Однако, если случится что-то подобное, то, наверное, самому Хабирову будет уже совершенно очевидно понятна суть вот этого юноши Как ни странно, спокоен, как ни в себя Урал Кельсинбаев Который на данный момент исполняет обязанности руководителя администрации Хабирова Судя по всему, Урал Кельсинбаев понимает свою планку и свой уровень Понимает, что сейчас, на данный момент, он не должен претендовать на эту должность И, соответственно, как-то спокойно относится к этому назначению Хотя, я почти уверен, что он о нем знает Само по себе назначение Шарипова на должность руководителя администрации Сейчас, конечно, комментировать, наверное, еще рано Да и, собственно, полноценно это делать невозможно Однако, я могу предположить, что Хабиров все-таки набрался ума откуда-то И принял абсолютно верное, компромиссное решение В том смысле, что фигура Шарипова – это абсолютно нейтральная фигура Не принадлежащая ни к одному из кланов или группировок Которые во множестве расплодились внутри некогда однородной команды Хабирова И, соответственно, каким-то образом господин Шарипов сможет уравновесить Вот эту вот всю разбалансированную систему Ну, однозначно попадает, конечно, под удар значимость Лично Азата Бодранова Который теперь перестает быть вот этим вот кронпринцем И, в общем-то, перспективу абсолютно туманно Он вполне себе может навсегда остаться вот этим социальным вице-премьером Судьба которого не завидна Вместе с этим, конечно, есть риск нивелирования значимости Самой должности главы администрации руководителя региона Однако тут риск для нас абсолютно не фатальный В том смысле, что вообще-то значимость этой должности Сугубо административной, сугубо хозяйственной должности В свое время придал сам Радий Хабиров Который стал главой администрации при Муртазе-Рахимове И вот именно тогда возросла значимость вот этой должности Тогда именно эта должность стала политической И Хабиров набрал себе полномочий Которыми вполне успешно пользовался, как мы помним Вплоть до заведения уголовного дела Ну, в общем, поживем-увидим Последнее слово в назначении руководителя администрации Главы региона всегда остается за администрацией Путина Соответственно, тут есть еще некая инстанция Однако, я полагаю, что Хабирову удастся провести господина Шарипова Хотя бы потому, что, повторюсь, это некая компромиссная фигура Оперативное совещание в Белом доме вчера было достаточно неинтересным Я даже позволил себе исключить из обзора три доклада Которые, ну, совсем уже вызывают сон и уныние Вступление Хабирова было таким немножко растрепанным Разнообразным И как-то он был немножко, видимо, озадачен какими-то другими вещами Потому что был рассеян Посетовал, что продолжают умирать врачи Что 36 врачей уже умерло на посту в борьбе с ковидом Что формируется некий пантеон Правда, не сказал, что делать с этим пантеоном Потом представил нового прокурора республики Башкортостан Напомню, что Игорь Станиславович Пантюшин стал новым прокурором По представлению Владимира Путина Ранее Пантюшин возглавлял прокуратуру Владимирской области Примечательно, что самого Пантюшина на этом совещании у Хабирова не было Что, конечно же, косвенным образом подтверждает Нежелание нового прокурора республики Башкортостан Сливаться воедино с исполнительной властью Что, в общем-то, не миновало господина Ведерникова Который не удержался от этого соблазна И, в общем-то, за что и был изгнан из республики Продолжая вступление Хабиров дежурным образом поздравил чекистов с профессиональным праздником Не удержался упомянуть о том Что в ситуации, сложившейся вокруг нашей страны Нагрузка на них сильно возросла Конец цитаты Судя по всему, все-таки одним глазком Радзи Фаридович поглядывает Передачи Скобеева и Соловьева И потихонечку тоже заражается вот этим вирусом Осажденной крепости Которые столь усиленно насаждают нам эти пропагандисты Завершая вступительное слово к оперативному совещанию Хабиров сообщил, что он плодотворно пообщался С главным тренером, а по сути владельцем футбольного клуба Уфа Шамилем Газизовым и теперь в правительстве, цитируя За футбол будет отвечать Руслан Хабибов, министр спорта И Руслан Хабибов по представлению Хабирова должен возглавить попечительский совет клуба Характерно, что опять Хабиров ни словом не обмолвался о спонсорстве клуба Кто в конечном итоге будет его финансировать Мы помним, что футбольный клуб Уфа находится в абсолютно бедственном, катастрофическом положении Находится на грани вылета из лиги, в которой он сейчас находится В общем, там все очень плохо Игроки распродаются для того, чтобы покрыть затраты Даже была информация о том, что в какой-то момент не было средств на покупку авиабилетов Для перелета к месту проведения матча В общем, все настолько плохо, что срочно нужно предпринимать усилия Однако Хабиров все еще темнит Единственное, что стало известно, это то, что из клуба окончательно изгнан Ростислав Мурзагулов Который нынче бежал в Дубае к другу Моргенштерну И вот это, собственно, единственные футбольные новости Далее оперативное совещание вошло в привычное русло И первым докладом-вопросом был вопрос о борьбе с COVID-19 Уже второй год это стало для нас привычным ритуалом Доклад делал сегодня министр здравоохранения Максим Васильевич Забелин И сообщил нам о том, что 117 тысяч с нарастающим итогом человек в республике заболело ковидом Согласитесь, для двух лет это уже совсем небольшая цифра 490 человек суточный прирост в последний день Количество коек, зарезервированных для больных COVID-19 и внебольничной пневмонии На данный момент составляет 1715 И эта цифра с каждой недели снижается 20% коек свободны По поводу вакцинации Максим Васильевич доложил следующие цифры Первым компонентом вакцинировано 2 миллиона 133 тысячи человек Что составляет 68% взрослого населения республики Вторым компонентом уже вакцинировано 1 миллион 955 тысяч человек Что составляет 63% взрослого населения Помнится, кто-то из больших медицинских начальников еще год с лишним назад говорил о том Что при вакцинации 60-70% населения возникает коллективный иммунитет Ну, пока почему-то об этом не говорят Но, тем не менее, мы приближаемся к этой цифре Хабиров, выслушав Забелина Сообщил нам важную вещь о том Что до Нового года Он не планирует менять что-то в указе по ковидным ограничениям И все ранее принятые ограничения остаются в силе Это означает, что все массовые мероприятия Запланированные на Новый год Пройдут в плановом режиме Со всеми необходимыми ограничениями Отменены не будут Также Хабиров поговорил с Забелином в прямом эфире Спросил, когда же Республика Башкортостан достигнет того самого вожделенного коллективного иммунитета Забелин, как ни странно, достаточно определенно сказал Что коллективного иммунитета Республика должна достигнуть в первую неделю февраля Давайте запомним эту дату Потому что, ну, к первой неделе февраля Со слов Забелин у нас должен быть сформирован коллективный иммунитет И, ну, логично предположить, что начнут снижаться или отменяться какие-то из ковидных ограничений Однако, услышав вот эту, в общем-то, определенную и, на мой взгляд, неплохую новость про первую неделю февраля Хабиров осадил чуть-чуть Забелина Дословно сказал Ну, а потом будет ревакцинация Ну, похоже, кому-то в этом мире очень сильно необходим бесконечный ковид Возможно, Анна Попова, главный врач Российской Федерации Там, главный санитарный врач Которая параллельно и одновременно является совладелицей патентных прав на вакцину Тоже определенным образом заинтересованы в бесконечной ревакцинации Я точно не знаю Но разговоры о ревакцинации, о бесконечной ревакцинации идут все чаще и чаще Ну, там, Хабиров тут же посетовал, что на Западе начались локдауны и так далее, и так далее Действительно, в Нидерландах вчера был объявлен достаточно жесткий локдаун Но давайте не будем сравнивать Нидерланды с Россией Да и, в общем-то, уровень заботы о здоровье населения на Западе С уровнем заботы о здоровье населения в России тоже, наверное, сравнивать нельзя Как мы уже привыкли со докладчицей Забелина по вопросу ковида и вообще эпидемиологической обстановки в Башкирии Была Анна Анриевна Казак, которая сообщила нам, что у нее уже на данный момент 46 тысяч заболевших гриппом Причем половина из них дети Эпидемиологический порог по гриппу давно уже превышен Заболеваемость растет 16 школ закрыты полностью 1000 классов закрыты на карантин по республике Но по ковиду она отмечает 10% снижение суточной заболеваемости Ну, собственно, об этом Изабелин говорил Также Анна Казак, являясь дежурной санитарной дубиной Хабирова, рассказала нам и запугала нас тем, что она уже запланировала 40 проверок предприятий по уровню вакцинирования сотрудников А у нас буквально со вчерашнего дня вступает в силу норма о том, что 80% сотрудников должны быть вакцинированы Анна Казак конкретно сказала, что главным ее угрозой будет остановка деятельности предприятия на 90 суток При этом Хабиров с места ее грозно поддержал, сообщив нам, что мера эта серьезная и шутить никто не будет Конец цитаты Ну, в общем, мы понимаем, что, наверное, нефтяной завод Анна Андреевна закрыть не в состоянии А какую-нибудь халяльную кафешечку закрыть на пару недель вполне себе может Так, скорее всего, и будет Я думаю, что будут какие-то показательные расстрелы и казни Обязательно БСТ покажет нам, как какой-нибудь нерадивый владелец кафе или какого-нибудь небольшой торговой точки Не вакцинировал своих сотрудников и дверь там опечатывают, закрывают до того момента, пока все не будут вакцинированы Это, конечно, пропагандистская мера Безусловно, не пойдут они на то, чтобы всерьез препятствовать работе серьезных предприятий Однако, пиариться будут во всем Вторым вопросом оперативного совещания Традиционно был вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС Алан Викторович, судя по всему, пристрастился к краткости докладов Его доклад опять был менее одной минуты Сообщил он нам о двух отключениях водоснабжения по республике Башкортостан Которые им же и ликвидированы и о том, что уборка осуществляется На этом доклад закончился Я не знаю, возможно, Алан Викторович избрал для себя такую тактику Что он будет докладывать только о том, за что он непосредственно отвечает Однако, сам по себе образное восприятие Министерства жилищно-коммунального хозяйства По определению включает в себя все то, что мы видим вокруг нас В качестве коммунального хозяйства Это и дворы, и проезды, и отчасти дороги, и улиц В общем, конечно, то, что происходит сейчас в пространстве, ну, конкретно в Уфе Это ужасный ужас Почему-то об уборке снега, льда и прочих вещах Алан Викторович молчит как пленный партизан Ну, не знаю почему Возможно, действительно, это такая тактика Также Алан Викторович нам не рассказал очень важную новость Которая случилась буквально несколько дней назад Я говорю о том, что Хабиров подписал решение об увеличении тарифов жилищно-коммунальных услуг С 1 января на целых 6,4% То есть это существенное повышение И это не единственное повышение, которое ждет нас в 2022 году Напомню, по закону повышать тарифы жилищно-коммунальных услуг можно дважды в год И обычно это делается с 1 января и с 1 июля Вот ради Хабиров, вот прям так, ни на шутку, ни на 1, ни на 2%, а аж на 6 с лишним процентов Поднимает стоимость жилищно-коммунальных услуг Об этом почему-то Алан Викторович нам не сообщает Далее министр транспорта и дорожного строительства Который упорно молчит о дорожном строительстве Сообщил нам статистику ДТП Я давно, шутку и уже всерьез предлагаю ему все-таки дать погоны хотя бы майора ГИБДД Потому что, ну, рассказывает он нам только про дорожную транспортную ситуацию С точки зрения аварии и ДТП Ну, тем не менее, Булышев сообщил нам, что за прошедшую неделю случилось 81 ДТП В котором пострадал 101 человек и погибло 12 Статистика гибели на дорогах республики уже давно перешагнула вот эту сакральную цифру в 400 человек На данный момент погибло 464 человека Но буквально вчера случилось сразу несколько смертельных ДТП Несколько из них в районе Туймазов Я думаю, что эта жуткая статистика резко поскочит в эту самую предновогоднюю неделю В общем, конечно, здесь ничего хорошего Сотдокладчиком по этому вопросу был, как обычно, и Гумеров Фарид Рифович Который, помимо заунывной статистики о пожарах, рассказал нам о режиме чрезвычайной ситуации Который был в двух районах республики В Благоварском и Баймакском Так вот, в Благоварском районе по гриппу птиц чрезвычайная ситуация снята Вопреки этому, в Баймакском районе режим ЧС сохраняется По зелковому дерматиту крупного рогатого скота Судя по всему и судя по длительности чрезвычайной ситуации в этом районе Власти не могут справиться с распространением этой инфекции И до сих пор не организовали до конца изъятия крупного рогатого скота Выплату компенсации и уничтожения этого скота Ну вот, в общем, чрезвычайная ситуация продолжается Третьим вопросом оперативного освещения был вопрос об итогах международной недели бизнеса Это тот бизнес-праздник, который у нас гремел на прошлой неделе в Конгресс-холе Докладывал министр экономического развития и вице-премьер правительства Муратов Рустам Хамитович Собственно, доклад этот был сводкой данных и цифр, которые характеризовали мероприятия Я их перечислю Перед докладом показали чудесный ролик Я отмечаю отдельно феноменальное и все возрастающее качество вот этого клипмейкерства нашего правительства Но действительно, ролик был феноменально качественный Вот если отвлечься от его содержания А именно посмотреть на те приемы и технические задачи, которые решали режиссеры и операторы Там, конечно, все очень круто В общем, на этом форуме было 1700 участников из 10 стран 198 спикеров выступили Была большая делегация из Казахстана, Турции, Белоруссии и почему-то Туниса Одним из самых ярких приглашенных гостей была Вероника Никишина, руководитель российского экспортного центра И, собственно, во многом весь этот форум был посвящен экспорту из Башкирии Приняли участие все бизнес-шерифы республики Вот тут я бы поправил Рустама Хаммедовича Не все бизнес-шерифы Октябрьского района города Уфы не смог приехать на мероприятие Потому что был арестован за взятку В рамках этого форума вручили там всякие премии Почему-то премию ТЭФИ Но она там немножко была натянута на глобус на тему экономики Но, в общем, праздник удался Единственным ощутимым результатом, который я смог уловить из доклада Муратова Было заключение о том, что во время форума случились 23 соглашения между предприятиями и правительствами И сумма этих соглашений, если я не ослышался, а Муратов не оговорился Составила аж 100 миллиардов рублей Если Муратов не оговорился, а я не ослышался То эффективность вот этого форума, который прошел у нас дома В 100 раз превышает эффективность поездки в Белоруссию в Минск, Батьки, Лукашенко Ну, по экономическим параметрам Мы помним, да, что там на 100 с небольшим миллионов рублей Оттуда Хабиров привез каких-то контрактов И вот тряс этой бумагой в воздухе и кричал, как это здорово И если все верно, и на форуме, бизнес-форуме в Уфе заключили контрактов на 100 миллиардов То, пожалуй, в Белоруссию больше ездить не нужно Ну и в целом, конечно, остается понять Насколько заключение вот этих всех контрактов Безусловно привязано к этим форумам А что если форума не будет, контракт не состоится Я толком не знаю Но, тем не менее, что есть, то есть Выслушав Муратова, Хабиров подытожил доклад очень элегантно И дословно это было следующим образом Голос нашей республики все громче на экономическом поле И конгрессная деятельность неотъемлемая часть нашей работы Конец цитаты Ну, мы уже много говорили о том, как нравятся радио Хабирова праздники, фестивали, форумы Как комфортно он себя чувствует во всем вот этом И как некомфортно он чувствует себя, когда нужно делать что-то практически Когда нужно принимать важные решения Когда нужно там куда-то выехать и еще что-то сделать Ну, в общем, праздники, они ему как-то больше ближе Четвертый доклад оперативного совещания Делал министр образования и просвещения Республики Башкортостан Хажин Айбулат Вакилович И доклад этот был об участии Республики Башкортостан В федеральной программе капитального ремонта школ Федеральная программа эта рассчитана на 2022-2026 год Я бы сразу переименовал название этого доклада И называл бы его доклад о неучастии Республики Башкортостан в этой федеральной программе Буквально с первых слов доклада стало понятно, что 9 районов и 2 крупных города Это Кумертау и Октябрьский в Республике Башкортостан По непонятной причине не участвуют вообще в этой программе То есть даже не подали заявки Айбулат Хажин очень выразительно разводил руками в сторону Пытался увести доклад в сторону цифр о том, что он там в других районах добился каких-то необычайных достижений Но нужно понимать, что Во-первых, наверное мы исключаем, что Школы в Бешбуляском, Белебеевском, Кигинском и других районах Республики Так прекрасно выглядят и настолько технически оснащены Что им не нужен ни капитальный ремонт, ни до оснащения дополнительной техникой Вот этого я точно не допускаю, что в Кигинском районе Школы в абсолютно идеальном состоянии И мы понимаем, что вот это вот развитие образования пятнами Это самый недопустимый подход То есть понятно, что например в Уфе, в Стерльтомаке, в Нефтекамске Школы несколько лучше, чем там вот в Кигинском районе Но нужно стремиться к тому, чтобы их уровень уравнивался Чтобы дети получали равные условия Айбулат Хажин, на мой взгляд, делает все возможное для того, чтобы Создать максимально возможное неравенство между развитием детей В глубинке республики и в центральной ее части Вот это его выходка с тем, что он допустил неучастие Девяти районов и двух городов в этой программе Частью вот этого, видимо, хитрого и коварного замысла Хабиров, слушая Хажина, логическим образом поинтересовался А что, в Кигинском районе школу не нужно ремонтировать? Хажин так сразу сходу сказал Нужно, конечно Но Хабиров опять совершенно закономерно задает вопрос А почему администрация районов молчала? Я бы еще добавил, а вы, Айбулат Вакилович, почему молчали? Ну, Хажин вообще вот на абсолютно голубом глазу Все равно бормотал свой доклад и рассказывал ему о том, как здорово все И как, значит, прекрасно все в королевстве Но на самом-то деле мы слышим и понимаем о том, что Хажин просто провалил эту программу Что вот эти девять районов и два города уже безвозвратно потеряли возможность Получить капремонт школ в 2022-2023 годах Хабиров, слушая Хажина Про этот капремонт По-моему, очень правильно охарактеризовал вообще суть этого министра Я процитирую дословно Лучше вы сформулируете единый брендбук капитальных ремонтов и дизайна школ А то ведь половина того, что вы придумаете, будет неудачным Как практика показывает То есть Хабиров оценивает даже на вскидку эффективность Айбулата Вакиловича всего в 50% Ну, у меня сразу напрашивается вопрос А можно мы тогда ополовинем зарплату этому обнаглевшему министру? Ну, видимо, он на это не пойдет Также Хажин сообщил, что в ремонтируемых школах В тех школах-счастливчиках, которые все-таки смогли войти в эту программу Учебный год во время ремонта будет сокращен на один месяц И как это будет технически реализовываться, непонятно А вот все конкурсы на капитальный ремонт, который должен состояться в 2022 году Должны быть уже проведены и завершены к 1 апреля 2022 года Вот это, конечно, вызывает серьезные опасения Это, скорее всего, проблема Ну, суть в том, что с учетом новогодних каникул Администрация районов и городов на все это остается 2,5 месяца Но мы-то знаем, как медленно и криво вообще Вся вот эта конкурсная история у нас устроена в Башкирии И как бы не уверен я, что они уложатся к 1 апреля И самым парадоксальным было, что несмотря на вот абсолютно провальный характер доклада Хажина Хабиров в конце его поблагодарил, похвалил и сказал, что все прекрасно Но тут уже, по-моему, какое-то подсознание действует у Хабирова Он, по-моему, уже абсолютно подсознательно исключает любой негатив Любые негативные оценки в деятельности всего вообще его окружения То есть, что бы они ни делали, он все равно их будет хвалить Подытоживая оперативное совещание, Хабиров неожиданно заговорил о Грекове Почему-то представил последнюю пресс-конференцию, которую устроил Греков Вернее, общение со СМИ, как это называют теперь Представил Хабиров как некий подвиг Напомню, Греков тщательным образом отобрал самые лояльные для себя СМИ И пообщался с ними так, что до сих пор хохот не затих в широких кругах общественности Но Хабиров почему-то это воспринял как подвиг Заповедал всем главам районов и городов повторить этот подвиг То есть, пообщаться со СМИ до Нового года Видимо, все-таки становится очевидным то, что Греков покидает нас в ближайшие месяцы Я прогнозирую, что до марта месяца Греков покинет свой пост И даже знаю, кто придет ему на смену, но пока не скажу Пускай это будет интригой Но Хабиров не прочь попользоваться окончательно остатками репутации мэра Уфы Дабы несколько сместить вот эту нагрузку, которая все возрастает на его репутацию собственную Так что, видимо, мы прощаемся с Сергеем Николаевичем И ожидаем третьего Хабировского мэра Согласитесь, за один срок руководства республикой Смена трех мэров это, пожалуй, что будет рекорд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин